На тему сегодняшнего урока меня вдохновила вот такая вот палитра. Иногда я работаю красками из тюбиков и люблю использовать белые тарелки в качестве палитры. Вот именно на этой тарелке я выдавила краски. Это краски KOR. Это канадский бренд. Они достаточно дорогие и дают очень-очень яркие цвета. Возможно, я буду касаться этой палитры в процессе. Я еще не решила. Посмотрим. Но что касается других красок, которые, кстати говоря, я буду использовать в прямой трансляции, это краски SONET. Это акварель, которая, в общем-то, не очень дорогая, но вполне себе приличного качества. И я рекомендую студентам начинать вот с такого уровня акварели. И ни в коем случае не брать какие-нибудь дешевые, не очень хорошего качества краски. Также я буду использовать, конечно же, кисточку. У меня есть вот такая вот рабочая кисточка. Это линия Master Touch 12 номер. Она не очень толстая. Для сравнения я вам покажу ее рядом с обычным простым карандашом, чтобы вы понимали, какой размер этой кисточки. Потому что 12 номер у Master Touch, он будет выглядеть совсем не таким, как, например, 12 номер у Рублева. Также я буду использовать вот такой вот толстый механический карандаш. Я очень его люблю для набросков. Обычный карандаш я буду использовать для того, чтобы делать рисунок уже на сам акварельный проект, на саму работу. Что нам еще понадобится? Конечно же, нам понадобится вода для того, чтобы растворять краски. Понадобится тряпочка для того, чтобы промакивать нашу кисточку. И еще нам понадобится резинка. Очень люблю использовать клячку. Если у вас есть такая резинка, используйте ее, пожалуйста, если речь идет о чистовой работе. Подобные резинки, они позволяют не травмировать внешний верхний слой акварельной бумаги. Ну, если у вас такой резинки нет, тоже не страшно. Можно использовать обычную. Главное, чтобы вы не использовали резинки, которые часто бывают вот с конца, с этой стороны карандаша. Обычно это резинки плохого качества, и они могут вашу бумагу разрушить. И еще сегодня я буду использовать крупную соль, которая используется для засолки. Вот я сейчас покажу, насколько она крупная. Вот такие вот крупинки она дает. Вот. Она нам понадобится для того, чтобы делать небольшой спецэффект на тельце птички. Потому что тема нашего сегодняшнего урока – это птичка. И я начну рисовать с кружочка. Кружок вот не совсем посередине. Его нужно немножечко опустить к низу. Но, в принципе, его можно располагать посередине листа, относительно правой и левой стороны. Размер круга вот даже, наверное, великоват. Можно даже немножечко поменьше его сделать. Вот как раз мы сейчас порисуем. Немножечко нашу руку разомнем. Вот этот вот размер яблочка, на которое мы потом нарисуем тело птички. И еще один кружочек, который нам поможет создать голову. Это будет кружочек головы птичьей. У птиц не круглая голова. Но именно эта форма поможет нам найти более-менее правильное место. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно найти вот такой вот, как будто бы продлить немного здесь линию, вот эту. И немного вот эту линию продлить, чтобы найти вот такой вот уголок, капельку. Отсюда у нас будет расти хвостик, вот сюда вверх. И теперь давайте рассмотрим, что же дальше у нас с птичкой происходит. Важная вещь у птички это не только крылья, в первую очередь лапки. Очень многие люди, они изображают птичьи лапки вот как такие три крючка. И считают, что этого достаточно. На самом деле нет, недостаточно. Давайте разберемся. Вот в этом месте у птицы находится хвостик. Если мы представим, что у нее есть позвоночник. Он, конечно же, у птицы есть. Примерно вот где-то здесь у нее будут находиться тазовые косточки. То есть вот у нас у птички тоже будет здесь находиться бедрышко. Где-то вот примерно в этом месте у нее будет заканчиваться голень. А вот отсюда будет, собственно, начинаться сама ножка. Давайте мы немножечко согнем, чтобы вот эти крючки не сбивали меня. Я их просто вытру, потому что они мне не нужны. Вот. И вот здесь вот будет двигаться лапка у них. Будет такой вот... Сюда будет продолжаться лапка. Значит, у птичек, у большинства птичек лапка следующим образом сконструирована. Один пальчик у них идет назад, а три пальчика у них идут вперед. Это позволяет им вот таким образом захватить, например, веточку и сидеть за что-то держаться. Давайте теперь разберемся, куда мы направим другую лапку. То есть если мы представим, что птичка у нас прозрачная, что мы видим просто такой вот скелетик, то у нас вот эта вот точка, которая присоединяется к бедру уже к самому тазобедренному суставу, она будет немножечко повыше, потому что птичку мы видим немножко как бы в перспективе. И вот это будет еще одна лапка у нее. Вот так как эта лапка у нас вообще не видна, но мы просто предполагаем, она у нас будет вот заканчиваться где-то вот здесь примерно. Вот сюда можно сделать, провести еще одну. Здесь будет у нее бедрышко второе. И отсюда будет начинаться вторая лапка. Вот. То есть вот эти части, они должны быть равны. Это можно представить, что это пяточка. Давайте ее пяточкой назовем. И вот здесь будет идти еще один пальчик. И вот эти вот три пальчика, которыми птичка будет держаться за какую-то поверхность. Конечно, на нашем рисунке, на нашем конечном рисунке, вот эти вот все анатомические подробности, они не нужны. Но всегда очень полезно понимать о том, то, что происходит под общей формой. Все какие-то маленькие нюансы, они нам могут быть полезными. Вот. Смотрите. И если вот эта лапка, она вот сюда прячется, то, по крайней мере, вам будет понятно, где она начинается. Можно, в принципе, ее спрятать немножечко. Вот так. То есть вот, у нас птичка уже вот так вот подсела. Дальше. Плечевой сустав будет находиться у птички примерно в этом месте. И крылышки у нее, они вот так вот собраны. То есть у нее здесь они просто собраны вот так. Дальше у нас будут перышки. Вот. Вот здесь у нас будет, собственно, само крылышко и перышки. Опять же, там просто представили, где она находится. Дальше. Что касается головы. Давайте-ка мы с ней разберемся. Как я уже сказала, она прям не шарообразная у птичек. Она имеет свою форму. Немножечко с затылка мы уберем вот эту вот часть. Вот здесь тоже я вытру резиночкой. Вот такая вот резиночка, она пригодится, если вы рисуете набросок. Конечно, я постараюсь эту резинку не использовать на чистовом варианте. Дальше. Клювик. Клювик у нас. Ну, его, конечно, можно просто вот таким вот нарисовать. В принципе, будет верно. Но он все-таки у нас имеет определенную форму. Чуть-чуть он загибается к низу. Вот так вот. И вот так. Вот. Давайте его вот таким вот и изобразим. Вот. Вот. Для того, чтобы меня не сбивало, я еще беру вот эти вот линии шариков. И у меня уже все будет понятнее. Вот смотрите, вот эту вот линию тоже нужно подправить, потому что у этих птиц у них такой вот как лобик, хохолок здесь, а потом уже немножечко скругляется вот такой вот получается у них. Такая вот форма головы. Глаз, глаз расположен достаточно близко к клюву. То есть он не вот здесь, вот, ну вот где-то примерно в этом месте. И, конечно же, он круглый. И мне теперь нужно подправить немножко вот эту часть. Смягчить этот переход от одного шарика к другому. Вот у меня, в принципе, получился уже контур для птички. Очень специфический орнамент, узор. Вот он вот такой вот черненький здесь идет. И вот в этой части у него более светлые перышки находятся. Глаз прячется у него как в маске в такой. Здесь тоже такие темные перышки. И грудка у него подчеркнута таким жабо. Тоже черненький, таким как ожерелье у него. А вот это вот все дело у него темно-синее. Красивого ультрамаринового цвета. Вот так вот. Вот за что я люблю этот толстый карандаш. За то, что можно вот так вот быстренько заштриховать все. И все будет, в общем-то, понятно. Так. Черные перышки, но не все. Просто черным они подводятся. И хвостик. Хвостик у этого представителя пернатых достаточно длинный. Вот такой вот дерзкий, я бы сказала, хвост. Вот мы его таким и обозначим. Ну, вот тоже он темненький хвост у них. Все. Наш подготовительный рисунок, наш набросок готов. Можно здесь еще изобразить какой-нибудь кусочек старой коряги, старого деревца, за которое он уцепился и на котором он сидит. Ну, вот пускай вот так это будет выглядеть. Не очень буду сильно обращать внимание сейчас именно на эту корягу, потому что наша птичка это главнее. В принципе, если вам не нравится коряга, можно вот наметить какую-то веточку такую. Единственное, что намечайте, пожалуйста, эту веточку какой-нибудь такой интересной. Придайте движение этим веточкам. Пусть они тянутся куда-то. Пусть веточка будет не 100% такая прямая, пусть она будет изогнута. Она же живая. И вся вот эта вот живость линий, она придаст живость вашему рисунку. Вот так. Ну вот. Я думаю, что мы готовы переходить дальше к рисунку под акварель. Для этого урока я буду использовать акварельную бумагу Кенсен. Эта бумага не 100% хлопок, которую очень-очень-очень любят художники-акварелисты, но она тоже вполне себе приемлемого качества. Когда вы будете выбирать акварельную бумагу, следите за тем, чтобы она имела вот такую вот маркировку. 300 грамм на квадратный метр или же больше. Есть еще разные другие мелочи, на которые стоит обращать внимание. Это то, что эта бумага cold press или холодного прессования. Если этих маркировок на альбоме с акварельной бумагой нет, то, скорее всего, эта бумага не самого лучшего качества, потому что все более-менее уважающие себя производители бумаги, они обязательно указывают хотя бы вес бумаги. Вот обращайте внимание на вес бумаги и способ прессования. Нам нужна бумага, созданная при помощи холодного прессования. Ну что ж, поехали! Ну что ж, так как мы уже потренировались на черновике, следующий этап должен проходить попроще. Тоже точно так же мы рисуем сначала кружочек, кружочек тела нашей птички, намечаем кружочек головушки. Вот примерно вот такого вот размера он будет. Продлю вот сюда вот эту линию и продлю эту тугу сюда, выведу ее напрямую. У меня здесь будет такой капельку. Создам капельку. Кстати, у меня получился не очень ровный кружочек сразу, поэтому я могу спокойно себе позволить его подправить. Вот так. Вот время пришло для клячки. То есть сразу же лишние линии я буду стирать. Мне в итоге нужно оставить как можно меньше графита на бумаге. Вот, значит, сразу лишние линии я буду убирать. И эти лишние линии, они сразу же мне... Исправленные линии, сразу же они мне дадут возможность понимать, что у меня тут происходит. Вот эту часть хочется убрать. И саму голову подправить ей в форму. Вот такой у меня получается цыпленочек. Не цыпленок, конечно, но очень такой милый и хороший птиц. Вот здесь у меня будет клюв. Вот таким образом он будет идти. Клюв, кстати, пойдет вот так. Продлит эту масочку. Немножко сверху. Вот так. Вот так. Даже немножечко подлиннее хочется его сделать. Глазик. Примерно вот в этой части у меня будет находиться глазик. Черная обводка орнамента. Тут такую шапочку сделает. Вот здесь у меня будет. Если представлю, что она вот сюда у меня пойдет. Вот так сам этот орнамент будет идти вокруг глазика. И здесь у нас будет идти такая как светлая щечка. Здесь будет уже переходить в такой синий цвет. Вот видите, здесь уже хочется подправить. Линия. Ну, клювик. Маленький такая деталь, маленькая деталька. Но она иногда может добавить, может принести какое-то неудобство. Маленькие детали, они такие. У них бывает очень много важных моментов. Вот. Теперь мне клювик нравится. Подправлю здесь. Вот здесь намечу. Это ожерелье. Оно немножечко уже вот здесь. Вверху, ближе к щечке. И чуть-чуть пошире, к низу. Вот так. Так же посмотрю, где у меня на моем наброске. Сейчас возьму этот набросок. Сравню его. Посмотрю, где на моем наброске находится, начинается крылышко. Вот здесь оно у меня будет начинаться. Здесь будет плечико. Оно, в общем-то, не очень будет сильно видно, но, тем не менее, хорошо, если вы знаете, где оно что. Где оно находится. Вот так намечаю крылышко. Дальше. Помните, где у нас? Раз, два. И отсюда будет идти пяточка. Пяточка. Пяточка у моей птички. Вторая часть, вот пяточка здесь не очень видно. У этой птички достаточно длинные ножки. Вот. Такая вот. Может здесь так захватывать. Делать ноготки более острыми. Вот так. И такой смелый хвостик вверх. Вот такой хвостик наметим. Пусть он будет вот таким забавным у меня. Немножко тоже хочется подправить. Вот это коленка. Пусть вот так будет. Вот. Вот у меня получился такой рисунок под. И знаете, я, наверное, сделаю веточку. Мне веточку больше хочется сделать. Вот такую вот интересную веточку. Представим, что может она здесь в таблок, на это веточка. Отсюда пойдет еще какая-то вот такая вот веточка. Возможно, даже с листочком. И вот отсюда тоже какая-то веточка такая пойдет. И вот сюда можно добавить какой-нибудь такой сучок. Вот. Давайте-ка посмотрим. Такая круглая птичка получилась. Так, надо круглая-круглая, но мне хочется сделать ее немножко менее похоже на воротышко, поэтому я ее все-таки подправлю здесь. Сделаю немножечко покороче. Вот здесь вот. Вот. Так, мне больше нравится. И лапку в таком случае нужно перенести. Лапки перенесу. Вот. Нет ничего страшного в том, чтобы... Нет ничего страшного в том, если вам захочется что-то подправить. Для этого и существуют резинки. Ну, вот такая вот птичка. Ну, вот сюда мы сделаем лапку. И здесь еще одна лапка. Ну, и вот она веточка моя. Так. И мне осталось только убрать лишние линии. Пройтись клячкой везде, где только можно. Чтобы у меня этих линий практически не оставалось. Чтобы они где-то были так на мелком. Вот. Клячку можно просто взять, прокатать и все лишние линии, весь лишний графит убрать. Останется только совсем-совсем тонкий намек на то, что у вас есть рисунок. Ну что, можно начинать работать красками. Можно начинать работать красками. Я возьму вот такую вот кисть флейц. Для того, чтобы смочить немножечко поверхность вокруг птички. Совсем немного. Много не нужно. Если у вас такой кисти нет, это не страшно. Вы можете использовать любую кисточку. Главное, чтобы она была чистая. Чтобы вода у вас была чистая. И вот смотрите. Если вы вот таким образом бумагу вашу проверите. Если прямо она очень-очень-очень блестящая. То, наверное, это не очень хорошо. Слишком будет растекаться ваша акварель. Она должна быть влажной. Но луж быть не должно. И я беру кисточку. Придвигаю сюда эту ультрамариновую палитру поближе. И начинаю. Я беру ультрамарин. Вот так выглядит ультрамарин в сонете. Я беру достаточно густо. Но не так, чтобы прям совсем сухая кисточка была. И по влажной поверхности начинаю двигать кисточку маленькими кругообразными движениями. И это мне сразу дает такой пух внизу. Но при этом из-за того, что бумага не очень сильно размочена, она не позволяет краске течь очень сильно. Здесь уже немножечко подсыхает. Добавлю немножко водички. И заодно захвачу немножко этого бирюзового цвета. Вот вы можете добавить бирюзовый цвет из вашей коробки. Вот здесь находится бирюзовый цвет из вашей коробки. Немножечко сюда добавлю. Раз у меня здесь уже начало оно так подсыхать, можно сделать просто тоненькой кисточкой вот такие перышки добавить. Немножко растянуть и размыть. А можно просто добавить воды вот сюда вот под хвостик чистый. И добавить вот сюда. Нужно подхватывать, чтобы очень сильно не растеклось. Вот как раз наша тряпочка может здесь пригодиться, если нам нужно промокнуть. Вот здесь вот тоже нужна влажность. Смотрите, здесь уже подсохло. А я немножко это все так подтягиваю вверх. Еще немножко ультрамарина сюда добавлю. Немножко добавлю бирюзы. Вот так. Здесь можно уже даже сразу начать. Можно разгонять краску кисточкой внутри этой влажной поверхности. Главное сделать аккуратный шаг, потому что здесь оно так красиво растеклось. И такое получается пушистое брюшко. Если я его размажу, будет некрасиво. Я держу кисточку перпендикулярно и просто намечаю здесь маленькие штрихики, как будто бы у меня здесь такие перышки. Вот. Еще немножко добавляю самой краски сюда. Под крылышком мне нужно будет добавить более темных оттенков. Я добиваюсь их, смешивая черную с ультрамарином. Вот так. У меня получается такой красивый серовато-синий цвет. И этим цветом можно пройтись под крылышком. Пусть вас не пугает то, что цвет получается слишком темным. Во-первых, он не получается слишком темным. Во-вторых, мне хочется немножко подправить форму крылышка, сделать ее более такой вот пластичной. и прям его вывести сюда. Да. А во-вторых, здесь у нас тень идет под крылышком. И это тоже нам поможет. Больше ультрамарина добавляю. Вот так. Делаю прям брюшко такое достаточно темное. Вот. Вот так. Но не полностью. Оно должно оставаться синим. Если вы переборщите с этим миксом, будет слишком серое. Нам нужно все-таки, чтобы птичка у нас выглядела такой голубой. И вот как раз в этом самом месте я хочу присыпать солью нашу птичку. Это сразу же даст эффект таких перышек. Соль может работать по-разному. В зависимости от того, какая соль. И в зависимости от того, насколько она крупная, где она произведена. Используют разные виды соли. Ну вот. И теперь смотрите, чтобы эту соль нам подтянуть немножко. Соль что делает? Соль подтягивает воду и создает такой интересный эффект. Фактуру. Для того, чтобы соль не растворялась, нужно очень аккуратно смотреть, чтобы была не слишком мокрая поверхность, чтобы соль не растворилась. Если слишком много воды, можно ее подтянуть кисточкой. Вот я что делаю сейчас. Я вытираю кисточку и подбираю рядом с этими соляными кусочками. Подбираю водичку. Вот так. Это может занять какое-то время, но пусть это вас не пугает. Соль не надо убирать до тех пор, она не высохнет и не подтянет всю краску под себя. Тут нужно дождаться. Тут нужно иметь терпение, торопиться нам некуда. Вот она наша птичка будет зато очень симпатичной. Вы можете поэкспериментировать с другими видами соли. Не обязательно. Соль должна быть такой крупной в данном проекте. Потому что, видите, вот она такие сделает большие ячейки. ну, если мелкая соль, она может ожидать интересную фактуру. Поэкспериментируйте с той солью, которая у вас есть. Посмотрите, найдите разницу и возьмите самое лучшее на вашу работу. Вот так. Дадим немножечко просохнуть. Себе можно помочь в том, чтобы подсушить вот эту вот область и увидеть побыстрее эффект, который нам дает соль на влажной бумаге. Но можно просто оставить ее подсыхать естественным образом и продолжить работу в другой области. Очень легко набираю на кисточку ультрамарин, очень хорошо разведенный. И аккуратненько прохожусь вот так вот вокруг по головушке. Сейчас я не задеваю, вообще не затрагиваю глаз. К нему мы вернемся потом. Вот. И вот эта вот часть щечки я тоже не трогаю. Я немножечко так вот сверху прохожусь. Можно аккуратно добавить несколько таких взъерошенных перышек. Но не увлекайтесь, много их не должно быть. Вот. И вот сюда увожу этот голубой, добавляю бирюзы. На самом деле очень большой соблазн взять краски кор, потому что такого цвета в палитре сана это нет. Очень хочется его добавить. Но я постараюсь удержаться от этого искушения, чтобы всем нашим рисующим не было обидно. Так. Вот. Сильнее развожу бирюзовой водой и прохожусь по крылышку. Крылышко у этой голубой австралийской птички оно такое более зеленоватое, более светлое. Поэтому я так по нему пройдусь аккуратненько, не полностью. Здесь, где у него идут перышки, которые позволяют крылу держать всю птичку, я просто проведу вот такие вот линии. Еще раз обращаю ваше внимание, что эти линии я провожу кисточкой почти перпендикулярно к поверхности бумаги и это позволяет мне добиваться более тонких линий. Ну, вот здесь вот я аккуратненько продолжу. Тут, кстати говоря, тоже можно сделать еще больше развести, можно даже немножечко добавить вот сюда водички чистой. Смочить немножко эту поверхность и набрать на кисточку чуть-чуть побольше в самой краске так вот пройтись, чтобы оно так вот растеклось. У меня слишком много цвета. Цвета такого надо немножечко его увести все-таки в ультрамарин. И вот сюда добавляю еще больше ультрамарина на кисточку и увожу вот сюда вот хвостик вот такой вот длинным таким маском хвостик делаю. Видите, уже начинает получаться силуэт птички и уже хочется побыстрее его закончить, но мы торопиться не будем. Возвращаясь к этому бирюзовому цвету здесь у него вот у этой птички такое перо среднее на хвостике большое и два поменьше. Вот так я его обозначу. Потом я к этим перышкам вернусь, сделаю более четкими, но сейчас просто обозначаю сам хвостик. вот и сюда ближе к основанию хвостика я добавляю больше ультрамарина вот таким образом и даже я могу вернуться к этому цвету, который я намешала. Эта смесь ультрамарина и черного дает такой красивый характерный сероватый оттенок. И тоже немножко перышек вот сюда добавить выглядывающих из-под крыла. вот такая вот у меня получилась птичка сейчас. Цвет она на саму крыло. Опять я трогаю кисточкой измрудной добавляю еще ультрамарина немножечко. Такой получается зеленовато голубоватый. Побольше беру на кисточку видите и вот этим цветом добавляю здесь как бы тень на крылышке. Вот так. Вот так. Вот так. Не сильно уходя от этого более светлого крылышка. Здесь смягчу это дело это дело. Чтобы у меня крылышко не выглядело совершенно отдельно. Так. Так. Ну, что еще? Еще мне нужно добавить к тени к тени вот сюда на головушку. Здесь она у меня получилась светлее, чем здесь. Но я хочу подчеркнуть. Вот так вот даже намешаю немного вместе с этим серовато, голубоватым. Такой немножечко неясный цвет, но он мне здесь поможет добавить тень на головушке у клювика. Вот такими маленькими мазочками я это делаю. Вот и сразу головка у меня начинает выглядеть такой объемной. То есть она как будто подсвечена сверху. Так. Щечка. Щечка у них может быть беленькая, а может быть тоже бирюзовая. Ну, давайте мы сделаем ее бирюзовую, но очень-очень-очень светлую. И, конечно, она должна быть в данном случае очень чистым цветом взято. Даже можно и не все сделать, а просто вот под глазом подвести вот здесь это голубое и даже так добавить как будто бы перышки здесь. Так как у нас вот в этом месте будет орнамент черный на головке, то если вы сделали какую-то ошибку здесь, это вас не должно пугать. Вот. Так. Ну-ка, дайте-ка я проверю. Соль еще не до конца подсохла. Как мы проверяем, готова ли поверхность, на которой нанесена соль, к тому, чтобы эту соль снимать. Мы просто берем бумагу и вот так аккуратно постукиваем. В том месте, где соль отвалилась сама, все нормально. Там, где она еще осталась держаться на бумаге, мы не трогаем. Это значит, что она просто не подсохла. Ну, в принципе, можно, конечно, использовать фен для ускорения процесса, но можно его не использовать. Добавлю еще ультрамарина. Вот в этот весь замес. Не буду делать чисто ультрамарин, пусть проходит игра между этими тремя красками, ультрамарином, бирюзой и черным. Пусть какой-то такой не очень ясный цвет. я вот этим неясным цветом смотрите, делаю вот так, начинаю с кончика, потом нажим больше на кисточку и уже с таким нажимом веду до самого конца, до самого основания хвостика. Вот здесь, кстати, можно еще больше дать серого в это место. Но единственное, что нужно аккуратненько его смазать, чтобы оно не было такое обрезанное. И еще один мазок я сделаю, чтобы подчеркнуть вот это вот перо, тоже начинаю с тоненького кончика, потом более широко, с большим нажимом введу. И не можно еще вот так наметить. Пусть вот такие вот перышки у нас будут. Если здесь будет какая-то неясность с перьями, ничего в этом страшного нет, потому что самое главное, что птичка сочетается. И видно, что эта птичка голубая, у нее такой голубой красивый хвост и очень пушистое, мягкое, нежное брюшко. Ну-ка, вот эта часть у меня тоже уже может быть снята, но торопиться не буду. Не будем подаваться этому искушению. Хорошо, теперь приступим вот к этому орнаменту, так как здесь у меня достаточно быстро сохнет бумага, мне не нужно ничего здесь ждать, я просто вот в этот замес добавляю больше черного. Опять же, это не чистый нейтральный черный, получается такой черноватый, сероватый, получается такой серовато-голубоватый цвет. Ну и давайте начнем. перышки вот таким образом располагаются. Опять же, я не закрываю сейчас глазик, я обхожу очень аккуратно вокруг глаза. Если средняя ваша кисточка не имеет такого тонкого кончика, как у меня, то вам наверное нужно взять более тоненькую кисточку. Ну я обхожусь именно вот этой вот. Вот у него такая маска грабительская. Ну не совсем грабительская, но если оно где-то здесь начинает подтекать, страшного. Это придаст вот таких интересных разводов. Здесь пошире мазочки и можно тоже чуть-чуть добавить заерушенности в черные перышки. Вот такая птичка получается. Вот и у него еще вот сюда идет черный орнамент. Вот такая птичка. Если захочется добавить немножечко черного здесь, сделать притемнить, мы это сделаем, но чуть-чуть попозже. Пусть пока остается вот такая прозрачность. Ну-ка сейчас посмотрим. Здесь у меня пальцем этого делать не нужно, пока оно не просохло, но можно помочь себе каким-нибудь таким сухим предметом, как например краешек кисточки подвинуть соль. Сейчас попробую еще раз ее встряхнуть. Вот так. Вот здесь у меня собственно это колье у птички. Тоже я продолжаю этим голубовато-сероватым. И вот здесь у меня пойдут перышки, они торчат. Дальше будет это колье уходить как бы за грудку. Вот здесь я начинаю тоненькой линией и делаю нажим вот такой. И таким образом у меня перышки прямо прорисовываются. Я полностью не закрашиваю. У меня здесь остается белый цвет бумаги. Остается бирюзы. Так можно это дело скрасить. Чуть чуть больше еще набираю черного на кисточку. и пройдусь немножечко вот здесь вокруг этой щечки добавлю этого цвета. В этом месте у меня не до конца просохла бумага, поэтому немножко растекается. ну пусть растекается. Вот здесь тоже добавлю перышек. Штрихов подчеркивающих это перышко и вот эту вот часть мордочки. И можно на самом деле сделать глазик очень аккуратненько нарисовать вот такой вот кружочек и просто дать блик. Так как глазик у нас похож на стеклянный шар, то самая темная часть будет вокруг блика. я сейчас чуть-чуть добавлю воды сюда в это место. Глазик у меня будет выглядеть таким более объемным, как будто бы он стеклянный. Вот так. Вот. Я потом вернусь к глазу, если у меня возникнет необходимость. Но сейчас я хотела разобраться с лапками и разобраться собственно с веточкой. Лапки, как и клювик, у нас будут такими коричневато-сероватыми. Давайте посмотрим. Моя любимая сепия. Слишком теплый цвет для этого. Немножечко добавляю зеленый в нее. и добавляю сюда натуральные сиены. Получается слишком оливков. Вот немножко сейчас прибьет это все сиена вот такой вот цвет. Лапки у нас смотрите опять же здесь тоненько должно быть и не очень яркий цвет. немножечко изгибаются эти лапки. Вот здесь будет у нас один пальчик, второй пальчик, третий пальчик и четвертый пальчик. и вот здесь тоже немножко прерывающаяся линия, пусть она остается такой, какая она есть. У нас лапки должны получиться очень изящие. Добавлю черного, чтобы совсем она была такая серенькая. Можно голубого немножко добавить в веточку в виде рефлекса от птички. Ну вот. Но сейчас мы пройдемся здесь широкенькими мазками. Потом добавлю больше акцентов. Надо, чтобы веточка была не одного цвета вместе с клювом и с лапками, поэтому наверное добавлю даже немножко фиолетового больше в сепию. Все еще будет такой серый оттенок, но уже другой. прерывистыми мазками это делаю. Где-то сильнее давлю на кисточку, где-то меньше, где-то беру просто тоненьким кончиком опять же прохожусь по верху веточки. Пусть она будет такая прерывистая, непостоянная. Здесь тоже можно вот так и вот так проведу эту веточку. Ну тоже можно добавить немножко коричневого в саму эту веточку. Здесь пройдусь кисточкой. Опять держу кисточку перпендикулярно, чтобы у меня получалась тоненькая линия в тех местах, в которых мне нужно. Так, теперь лапки кажутся тоненькими. Набавлю сиенку в эту смесь, сделаю пожелтее эти лапки и вот такими перпендикулярными мазочками здесь вот как сустав идет, как коротенькими, очень коротенькими, почти точечными такими перпендикулярными мазочками я обозначу лапку. А здесь линию опять дальше проведу. То есть такие как будто бы складочки на лапках у них есть. Вот здесь и вот здесь тоже подведу. Да, в этом месте конечно очень пригодится тоненькая кисточка, если у вас ее нет. но опять же я повторюсь у меня эта кисточка имеет очень хороший тоненький кончик, поэтому я не беру тонкую кисточку сейчас добавляю себе вот так добавляю кисточки на краску и все у меня в общем-то получается. Вот такая птичка. И сделаю еще подведу здесь тоже этим же цветом которым я подводила ножки нижнюю часть клюва и вот в этом месте где находятся ноздря у птички тоже добавлю небольшой акцент. Вот такая получается птичка. Вот эти штрихи я сейчас прополоскала кисточку вытерла ее тряпочку кисточка у меня почти сухая мне нужно просто немножечко здесь смягчить сам клювик вот у меня такой получается клювик хорошенький вот такая птичка так что мне хочется еще хочется немножечко вокруг глаза добавить деталек вот так опять кисточка перпендикулярно и я подравниваю этот черный контур вокруг глаза чтобы сделать прям очень-очень-очень четкую окантовочку вокруг глазика можно даже добавить такой зрачок что-то птичка получается такая здесь немножечко маленький штришок у меня очень серьезная птичка получилась пусть будет серьезная так что еще я бы наверное просто добавила каких-нибудь таких листочков сюда на веточку я беру зеленый цвет из своей коробки добавляю в него сиену натуральную чтобы получился такой цвет близкий к оливковому мне очень нравится и не смотрите тоненько кончиком начинаю потом давлю на кисточку больше и могу сделать такое движение раз у меня получается листик одним мазком и здесь тоже начинаю с кончика добавляю немножко пошире и вот так здесь пожалуй тоже можно сделать листочек такой с кончика пошире надавливаю немножечко повела кисточку в сторону вывела на кончик и добавила движение листика здесь можно немножечко его вот так подправить и здесь тоже можно добавить вот что же нам осталось сделать нам осталось всего лишь вот я хочу подвести еще немножко вот эти перышки на хвосте чуть-чуть добавляю черного на палитру, смешиваю его с ультрамарином все еще серый, но уже такой голубой, не вот такой а немножечко поголубее и тоненько подвожу здесь видите, даже прерывистая линия и здесь немножечко потемнее под этим перышком, прям такой вот длинный можно мазок сделать и вот это перышко тоже можно вот так подвести и в принципе я думаю, можно и оставить больше ничего не делать нам осталось только снять соль, сейчас я аккуратненько посмотрю она подсохла больше чем нужно воды поэтому мне придется помочь себе ногтем вот так соль немножко начала растворяться у меня получилось вот такой вот интересный эффект на самом деле он будет совершенно другой у каждого из вас этот эффект невозможно повторить стопроцентно но в данном случае он нам помогает сделать такую вот имитацию перышек и найти такую интересную текстуру вот все наша птичка готова попробуйте пожалуйста еще раз нарисовать самостоятельно эту птичку и пусть у вас все получится спасибо на этом все спасибо спасибо Спасибо.